Парень, да, который надевал нацистскую повязку на вечеринку, теперь рассказывает о том, какие страшные нацисты собрались в королевской семье. Меган Маркл, это жена принца Гарри, они недавно отказались от, значит, своего статуса, причастности к королевской семье. И в интернете, мы сейчас обсудим ее интервью Опрее Уинфорд, но просто там совершенно удивительное наблюдение сделали, что она совершенно сознательно начинает подражать Диане, то есть она мыслит себя буквально мученически, не являясь тем примером, скажем так, порядочности и гражданской активности, которой была принцесса Диана. Давайте выведем эти картинки на экран, меня просто отлично шокировало, я не понимаю, как можно быть настолько циничной, но действительно, есть ощущение, что Меган Маркл, она просто какой-то психопат, да, вот посмотрите, это не случайность, это она не, она не только пародирует ее образы, да, она еще пародирует ее фотографии. И это все сделано не в какой-то один день, это все сделано не для того, чтобы почтить ее память, нет, это вот в разных ситуациях Меган Маркл решила, значит, попозировать в роли принцессы Дианы, которой она, конечно, в подметке не годится, об этом мы будем говорить более подробно чуть позже. Спасибо большое. Так, хочу поговорить теперь про ее интервью с принцем Гарри Опре Уинфри. Опра Уинфри – это легендарная ведущая, самая богатая женщина в мире, взяла интервью у принца Гарри и Меган Маркл о привилегированности. Давайте мы выведем сейчас картинку с цитатой Опры Уинфри, несколько месяцев назад она ее сделала, абсолютно расистской, антибелой, да, где она говорит, что она позволила себе расистский выпад, где сказала, что неважно, где вы находитесь на иерархической лестнице, у вас всегда есть белизна. Сказала она это с высоты своего невероятного двухмиллиардного состояния, но чтобы почувствовать себя угнетенной и оправдать свой расизм, она решила оттоптаться на буквально нищих белых семьях, которые даже в стране возможностей США, где Уинфри заработала свои миллиарды, находятся на стыдном десятом месте по достатку. Давайте выведем эту картинку со статистикой, просто чтобы люди понимали, о чем я говорю. Десятое место, обратите внимание, да, средний достаток семей в Соединенных Штатах по разбивка по этническим группам, да, и белые там находятся на позорном десятом месте, далеко позади пакистанцев, китайцев, малайзийцев, выходцев из Шри-Ланки, индусов и так далее. И вот в этой стране, где чернокожая Опра Уинфри стала самой богатой женщиной в мире, она талантливая, ведущая, действительно как бы заслужившая свое положение, которое она сегодня занимает, да, вместо того, чтобы быть благодарной стране, которая позволила ей настолько возвыситься, да, Соединенные Штаты, это вот в эпоху ее молодости, не сейчас, потому что левые это разрушают, но в эпоху ее молодости это действительно была страна возможности. Вместо того, чтобы испытывать хотя бы толику благодарности, она решила оттоптаться не просто на людях, ну, гораздо менее привилегированных, чем она сама, а на людях нищих, да, потому что вот этот комментарий, он обращен не просто белым, он обращен бедным белым. Что вот вы, конечно, бедные, да, но ваша белизна с вами все равно останется, и поэтому вы должны, значит, и поэтому вы уже, поэтому против вас невозможно позволить расизма, да, и поэтому, как бы, с точки зрения леваков, вот эти вот выпады со стороны самой богатой женщины в мире не являются расизмом и не критикуются. Вот Меган Маркл сказала, что, значит, как-то не так королева Англии вела себя в ее адрес, позволяла какие-то российские выпады, пожаловалась об этом на самом кассовом шоу мировом, да, самой богатой ведущей женщине в мире. И вот мне просто интересно, да, вот она и принц Гарри. Просто напоминаем, что она женилась на чуваке. Давайте следующую картинку посмотрим, как молодой принц Гарри праздновал, тусовался в своей юности, да. И вот, значит, вот эти два мерзавца, совершенно ошалевшие от, видимо, возвышения Меган Маркл и принц Гарри, который, я не знаю, что происходит в его голове, который совершенно какую-нибудь перспективу потерял на свое положение, на свое место. И вот этот вот парень, да, который надевал нацистскую повязку на вечеринку, теперь рассказывает о том, какие страшные нацисты собрались в королевской семье. Особенно его бабушка, которая, можно убирать, которая вместе с королем Джорджем пережила нацистские бомбежки Лондона и была вообще первой королевской семьей Европы, которая дала отпор нацизму, да. Просто чтобы вот все эти события, они воспринимались в контексте, насколько наглую ложь себе позволяют леволибералы, насколько наглую ложь сегодня себе позволяет либеральный эстаблишмент для того, чтобы порочить, для того, чтобы продвигать свои нарративы. Это полный отрыв от реальности, и действительно, не случайно в последнее время так часто вспоминается Орвел, вспоминаются цитаты из 1984, потому что для того, чтобы быть эффективной, ложь должна не просто искажать реальность, она должна быть настолько наглой, что она существует не для того, чтобы кого-то обмануть, а для того, чтобы проверить чью-то лояльность. Насколько ты готов поклониться правящему классу, части эстаблишмента, который ее транслирует, насколько ты свой. Вот если ты готов за истину принять самую наглую ложь, как обвинение принца Гарри в адрес своей семьи, вот если ты готов принять ложь, если ты готов принять ложь о системном расизме в Соединенных Штатах, о том, что это государство белых супремасистов, то ты свой, да, тогда тебя принимают за своего и прощают тебе что угодно, как принцу Гарри простили вот такие выходки в юности, за которые кого угодно бы потопили на его месте, да, если бы он перед этим не поклонился эстаблишменту. Как все простили Джастину Трудо, это такой либеральный премьер-министр Канады, который в юности делал blackface, в общем, тоже себе позволял то, что позволял, да, то, за что растоптали бы репутацию любого консервативного политика, в случае с Джастином Трудо просто замалчивается, потому что, ну, он же свой парень, он же свой парень, поэтому его мы простим, как до этого там прощали три раза, прежде чем он потопил избирательную кампанию Клинтон, Энтони Виннеру три раза прощали реальное домогательство к женщинам, почитайте, кто не знает эту историю, просто, ну, она фантастическая, фантастическая, что у человека, вот, несмотря на эти истории, было три политических жизни. С вами прощается все, потому что важно верить в самую наглую ложь, например, в ложь о том, что самая королевская семья, которая положила в том числе свое мировое влияние на то, чтобы победить нацизм, на самом деле сами являются нацистами, и вам об этом расскажет принц Гарри, который в детстве любил тусоваться в нацистской нашивке, понимаете, вот, вот, ложь, она нагла настолько. Продолжение следует... Продолжение следует...